Все доходы от продажи воды направляются на содержание умма.ru . Ну, здесь подчеркивается, что и до тебя, Мухаммад, и до тебя посланники Божьи, точно так же они и ели пищу, и ходили по рынкам, то есть были обычными людьми. Но далее идет такое уже общее жизненное правило. . Мы, говорит Всевышний, сделали одних из вас, людей, испытанием, искушением для других, чтобы проверить, будете ли вы терпеливы. Интересно. У меня вот еще такой похожий аят есть, я постоянно себе это напоминаю в самых разных ситуациях, когда кто-то, если внутренне напрягает, я вот эти аяты как раз вспоминаю. То есть, по сути дела, то или иное напряжение от человека – это что? Да. Божья милость. То есть, это Богом данное. Всевышний так делает между людьми, чтобы порой они друг друга напрягали. Но если тебя кто-то напрягает, не нужно думать, что он плохой, а нужно понимать, что для тебя в этом есть определенный урок, есть определенный смысл. И в том числе Всевышний смотрит, потому что здесь идет . Завершается аят. Твой Господь, Он все видит. Он все видит. То есть, если даже напрягаются отношения между двумя людьми, то кто из них окажется более терпеливым , тот окажется в большем выигрыше. Но вот это вот , опять же, будете ли вы терпеливы. В первую очередь, ему помогает быть терпеливым что? Его естественное состояние веры, которое управляет его эмоциями. То есть, опять же, мозг, который много об этом пишет. То есть, мы в состоянии управлять этими эмоциями. Поэтому в том числе и говорится, что человек верующий говорит благое, либо молчит. Лучше лишний раз промолчать. Но безусловно, то есть сталкиваясь с теми людьми. То есть там один человек мне написал, вот почему вы так быстро сделали вывод о том, что этот человек токсичен. Ну, это, опять же, соцсети, да, триллионер.лайв, моя страничка. И в Фейсбуке один написал, вот, вы же меня не забаните. Вы сказали, что он токсичен. То есть, ну, там не было одного момента, сегодня утром это поправил. Сам увидел это, а с ними не поделился, с подписчиками. Токсичен, потому что там был ряд характеристик. Но, я сказал, что когда эти несколько характеристик, особенно плюс алкоголь вместе соединяются, это очень опасная смесь. И такая личность самоуверенная, еще и пьющая и при этом совершающая благодеяния, потому что благие дела им дают еще больше сил, еще легче совершать грехи. То есть, просто люди, большинство это не видит в жизни или не замечают, поэтому получается такая гремучая смесь. Очень опасная смесь. Как раз я об этом сказал. А мне человек говорит, ну, что вы сразу делаете выводы об этом человеке? Я говорю, да я его знать не знаю. Я не о нем делаю выводы, я этого и не вижу, и не знаю. Я делаю вывод вообще, говорю о такой категории людей. И говорю о том, что когда есть достаток, когда есть алкоголь, когда есть какие-то вроде хорошие дела, это все. И тем более, там один момент есть, человек приписывает все заслуги себе. И еще очень молод еще. И вот это все может дать очень опасную смесь в будущем, но исправить потом будет уже поздно. Поэтому я говорю вообще о проблеме, а не о конкретном человеке. Я это его знать не знаю. О конкретно взятом человеке, вот конкретный человек, взяли его фотографию, фамилии, имя, отчество, вот такой-то нехороший пятый, десятый. Категорически нельзя, само собой. Чем больше мы, чем на более широкий спектр людей мы скажем о ком-то конкретном что-то плохое, тем грех больше. А если раньше, например, люди могли сказать о другом что-то плохое, ну, между собой, два-три человека сказали. Вот там такой идиот или кяфир, или там кто он, сикой, пятый, десятый. В его отсутствии. Это рыба, это страшный грех. А сегодня человек берет такую-нибудь фотку, хоп и хоп на целую массу в интернете. Сколько есть? Уже не три человека. Тридцать человек, пятьдесят человек, пятьдесят тысяч человек. И грех в геометрической прогрессии становится еще более тяжелым. Тот, кого оклеветали, ему будет намного в судный день легче. Даже, если он это делает, а если он этого не делает, так еще в разы, в разы, в разы будет легче. А тот, кто это сделал, тому грех. И вот поэтому, безусловно, здесь должно быть железобетонное правило. Других на личности не переходить. Тем более, что тот же самый хадис в заключении, напомню, это свод хадис имама аль-Бухари. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту ассалям, сказал, аль-джаннату акрабу иля ахадикум мин шираки наалих. Я вам не раз цитировал, мощный хадис. Рай ближе к кому-либо из вас, чем его шнурки. Ну, застежка на сандалих, шнурки ближе. То есть никто до последнего момента своей жизни не знает, где он окажется – в аду или в раю. Известно только Всевышним. Поэтому нужно работать с акцентом на себя.